Роман Переборчиков Мы обсуждали достаточно большое количество тем. В предыдущем мероприятии у нас была дискуссия про популяризацию наук в сети, лженаук в сети. Мы говорили про проблему детей в интернете. Сегодня мы поговорим про причину, по которой каждый из нас сделает поиски с едой. И рассказывает про каждый свой чих и шаг. Возможно, не все здесь, конечно. Но, тем не менее, как явление очень распространенное. И таких людей мы уже давно заклеймили блогерами. Собственно, давайте поприветствуем наших сегодняшних экспертов, гостей. Екатерина Клопинец, культуролог, автор журналов «Логос», «Кольта», «Нож», «Репаблик», «Прайм», «Рашн» магазин и «Зе Блюпринт». Давайте ее поприветствуем. И Константин Габова, социолог, член Клуба любителей интернета и общества, научный сотрудник Московского интернета и социально-культурных программ, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики. Константин. Мы начнем с Екатерины, потому что у нее презентация. И изначально мы планировали делать с собой лекцию. Но, да, как вы заметили, у нас сегодня два спикера. У нас будет формат в две лекции примерно по 30 минут. После чего, уже когда обе закончатся, будет общий цикл вопросов к нашим гостям. Добрый день, меня зовут Екатерина Калпинес, я культуролог. И последние пять лет я занимаюсь темой интернет-целебрити и тем, как технология меняет наше восприятие славы и успеха. Сегодня я бы хотела рассказать о том, как изменились платформы, главным образом, Инстаграм и Ютьюб за прошедшие 10 лет. То есть, как изменился контент, как изменился блогинг и как изменилась аудитория. Во-первых, я хотела бы начать с того, что, в случае распространенного мифа о том, что раньше Ютьюб был таким местом любительских видео, что там заливали ролики про котов, про свою дачу. Ну, в общем, что-то такое непритязательное и простое. Сейчас он превратился в новый телевизор, где властвуют телевизионные персоны, громадные бюджеты и выхолощенная картинка. То же самое миф окружает Инстаграм, который был любительским видеохостингом поначалу и потом превратился в такое место инфлюенсеров, место, где в каждой четвертой истории вам показывают рекламу и где вы постоянно видите, как ваши друзья в очередной раз становятся блогерами. Вообще, очень интересно, что этот миф, что Ютьюб уже не тот вообще этот роб, он сопровождает Ютьюб буквально с момента его основания. То есть первые пользователи в соцсети, первые пользователи Ютьюба буквально 2008-2009 год уже говорили, что Ютьюб уже стал не тем. И, собственно, этому посвящена книга 2009 года «Ютьюб. Онлайн-видео и культура соучастия» австралийских исследователей Джин Бёрджес и Джошуа Грина. Они задались вопросом, насколько любительские видео действительно определяют культуру Ютьюба как платформы. Какая доля приходится на тот самый любительский контент, с которым принято ассоциировать Ютьюб. И когда они начали свое исследование, когда они начали анализ роликов, большие массивы данных, они обнаружили, что любительские видео составляли чуть больше половины от общего числа контента. А все остальное – это были традиционные телевизионные форматы, это были дебаты, либо это был спорт, либо это были видеоклипы, либо нарезки в каких-то комедийных сериалах и тому подобное. И поразительным образом они обнаружили, что именно на телевизионный контент, который использовал Ютьюб просто как видеохостинг и медиаплеер, приходилось наибольшее число просмотров. Но отчасти это совпало с выборами Обамы, которые также очень сильно освещались на Ютьюбе в то время, отчасти с тем, что люди еще не успели распробовать, как бы войти во вкус. Это продолжалась инерция телевидения во многом. Но зато, поскольку наибольшее число приходилось просмотров на все-таки телевизионный контент, но зато на любительские видеоролики, на тех самых видео с котами или видео каких-то там людей, кто там открывал, показывал, что у них в холодильнике, приходилось наибольшее число взаимодействий. То есть очень много откликов, очень много комментариев, очень много репостов. Приходилось именно на любительский контент. Еще Бёрджерс и Грин обнаружили такую вещь, что пользователям тогда, 10 лет назад, было все равно, кем именно залит ролик. Профессиональным каким-то телевизионным холдингом компании, либо любителям. Люди не обращали на это внимания. И она также отмечает, что поскольку YouTube с самого начала был задуман как коммерческий проект, как громадная медиакорпорация, просто ее бизнес-модель была основана именно на этой культуре соучастия. То есть это просто была ее бизнес-модель. И Бёрджерс отмечает, что не нужно думать о YouTube вообще в терминах любительского и профессионального контента. Вместо этого она предложила думать о YouTube в терминах культуры соучастия. То есть как участники горизонтально взаимодействуют друг с другом, как они общаются, какие видео получают больше откликов и почему. Потому что в конечном счете именно это соучастие и формировало глобальную и локальную культуру платформы. И очень сильно влияло на то, какие инструменты монетизации, последующие изменения были введены на YouTube в последующие годы. И примерно тот же самый миф про любительский контент, про любительскую фотографию. Им был очень сильно овеян Инстаграм в первые годы существования. Поднимите руки, у кого Инстаграм с 2012 года, например. Кто пользуется? Не так много людей, да. Если вы его пользуетесь Инстаграмом на первых этапах его существования, то вы, наверное, знаете, что примерно все фотографии, большая часть, была примерно как вот эта вот кружечка в углу. То есть люди не думали об этом в терминах наибольших показателей. Они не думали об этом в терминах популярности. Не думали об этом в терминах эффективности. То есть это был просто такой хостинг наподобие Tumblr или Flickr, которым люди пользовались очень расслабленно. И тем интереснее, когда появляется вот это негодование, эта критика того, что каждый третий стал блогером, все подались в блогеры, заводы стоят, и это все там хайп ради лайков. И здесь бы мне хотелось обратиться к началу нашей лекции, к ее названию. Зачем мы превращаем свою жизнь в контент? Вообще превращать свою жизнь в контент, это в первую очередь означает думать о себе в категориях персонального бренда, который сейчас заполоднил просто все. То есть вы заходите в отделы по маркетингу, увидите кучу книг, как построить свой персональный бренд, как построить личный бренд и так далее. То есть превращать жизнь в контент, это в первую очередь думать о нем в терминах персонального бренда. Что это значит? Это значит постоянно думать о своем цифровом присутствии, о том, как вы выглядите, постоянно работать над собой, постоянно думать о том, что принесет ваш новый пост, чтобы он вызвал максимальный отклик у аудитории, что вы не можете просто постить то, что вам нравится, вы должны постить в первую очередь то, что вызовет отклик, что вызовет резонанс. Вы должны постоянно инвестировать в себя, поскольку бренд это все-таки такая коммерческая категория, то она неразрывно связана с инвестициями в себя, вот как в персону, в свою онлайн персону и тому подобное. И то есть вы должны, конечно, ориентироваться на текущие тренды, которые во многом задаются не самим инстаграмом, которые задаются извне, очень часто какими-то большими медийными площадками онлайн, или телевидением, или просто какой-то большой повесткой. И контент имеет три таких базовых характеристики, таких ключевых. Первое, это он должен быть понятен всем, то есть он должен быть удобен в употреблении, то есть человек не может открыть ваш профиль, сказать, а что это, и отписаться сразу. Он должен быть понятен, он должен быть актуален, опять же, в терминах той самой повестки, и он должен потенциально, либо реально монетизироваться. И здесь очень любопытно, что когда Бёрджерс и Грин писали свою книгу, никто из блогеров, которые фигурируют в их книге, не называл сам себя блогером. И вообще слово блогер или видеоблогер в качестве описания не упоминается. Эти люди сами называют себя ютубером. То есть к этому мы еще вернемся, потому что это важный момент. И здесь мне бы хотелось сделать небольшую историческую ремарку относительно того, на какие годы приходится расцвет видеоблогинга. То есть это 2007-й, примерно 2010-й год. Чисто исторически он совпадает с расцветом шеринговой экономики, которая в свою очередь, очевидно, стала реакцией на финансово-ипотечный кризис в США 2008-го года. Который породил громадный рост безработицы. Но еще что более важно, он породил громадный рост неформального сектора занятости. И на первый взгляд у шеринга и у блогеров не так много общего. Но на самом деле их объединяет четыре таких базовых черты. Это первое, что и в случае шеринга, и в случае блогеров платформа сама по себе не обладает никакими производственными мощностями. Она просто выполняет роль посредника, который открывает вам доступ к вашей аудитории. То есть она выступает посредником, который контролирует доступ контент-мейкер, условно говоря, или какого-то самозанятого работника к его потенциальным клиентам, к его аудитории. Второе сходство – это что и шеринг, и блогинг, по крайней мере на первых этапах существования, базировались на категории опыта. То есть опыт и впечатление начинают потребляться точно так же, как любые материальные объекты. Неважно, это автомобиль, это квартира или это какая-то поездка куда-то. То есть опыт можно описать как такое некое ускользающее впечатление мимолетное, которое вы получаете от вещи, которой вы не владеете, но можете получить от нее некое переживание. То есть неважно, это касается квартиры в Берлине, которую вы никогда себе не сможете позволить, но можете ее арендовать. Либо это касается каких-то путешествий в экзотические страны, которые вы тоже себе не можете позволить, но можете приобщиться к ним посредством YouTube-блога, например. Такое еще одно небольшое замечание, еще одно небольшое сходство – это что и в экономике блогинга, в экономике соцсетей, в шеринге, от работника, вообще от человека, который ввязался в это, требуется не столько безупречное владение каким-то одним навыком или какой-то один талант, сколько постоянная перформативность, сколько способность к перевоплощениям. То есть вы постоянно должны себя пробовать в разных социальных ролях, что сегодня вы делаете одно, а послезавтра вы делаете другое, а потом вы делаете что-то третье и так далее. То есть вот такие вещи, они гораздо большее значение имеют, чем некий какой-то стабильный скилл, которым вы владеете. И последнее их сходство, наверное, самое главное, что объединяет, по крайней мере, на первом этапе шеринговую экономику и блогинг, это когда количество пользователей начало расти очень быстро и очень быстрыми темпами, очень сильно, сами платформы ужесточили контроль, ужесточили контроль, ужесточили санкции за ваши провинности. И, собственно, тогда же появляется вот эта одержимость вашим рейтингом, одержимость вашей репутации, поскольку от рейтинга, который, напомню, виден всем, зависит ваш доход, зависит, будут у вас заказывать рекламу, или будут у вас заказывать ваши услуги, или не будут. То есть вот эта вещь, она очень сильно повлияла на то, как блогинг начал монетизироваться и во что он начал превращаться дальше. Вот такой вот слайд, да, енот, который занят таким цифровым трудом, да. И, собственно, на такой поворотный момент в блогинге и в том, что каждый второй, третий захотел стать инфлюенсером, он был, когда он был заложен тогда, в начале еще десятых годов, такой резкий скачок в сторону коммерциализации блогинга произошел в 2016 году, когда Инстаграм ввел новые бизнес-инструменты, а именно это статистика посещения профиля, это директ, это возможность смотреть вашу активность на вашей странице и, самое главное, алгоритмическую ленту, которая выносила в рекомендации одни посты за счет того, что она депримировала и понижала выдачи другие. И, собственно, вот эта беспокоенность, ажиотаж, количество лайков, сколько у вас фолловеров, он начинает очень сильно бросаться в глаза уже тогда, так же, как и конкуренция за подписчиков. То есть вы увидели, что люди начинают, если вы наблюдали за этим тогда, так же пристально, как я, вы, наверное, видели, что именно тогда начинаются все эти челленджи, вот эти вот длинные посты с вопросом в конце, как прошел у вас день, и там ответьте ваши любимые блюда и тому подобное. То есть задачей стало не делать интересно, не рассказывать какую-то свою историю простого человека, обывателя, а возможность постоянно притягивать, постоянно воспроизводить вот эту вот аудиторию, чтобы она просто отображалась, чтобы ваш рейтинг не падал. И, собственно, с этим связано очень сильно, как бы еще до рассвета еще одной вещи, это приложение по покупке ботов. То есть вот одновременно вот с этой держимостью рейтинга начинает появляться какое-то невероятное количество приложений, которые имитируют вот эту повышенную активность на вашей странице и так далее. То есть самые известные из них двуми, которая стала причиной громадной статьи в New York Times, вышедшей в прошлом году, то есть там ее клиентами было порядка 300 тысяч человек, среди них были там спикеры, тет, политики, спортсмены, актеры и так далее. И после этого было очень большое разбирательство, которое дошло до Конгресса, и после этого Твиттер и Фейсбук обязали вот эти программы защищать вот себя на платформах, бороться с ботами и так далее. Но это ни к чему не привело, потому что поскольку монетизация напрямую зависит от вот этих измеримых показателей, это было несколько бесполезно. И именно тогда блогинг начинает профессионализироваться очень сильно. То есть появляется представление о том, что есть некий стандарт того, как нужно писать посты, того, как нужно работать над своим цифровым присутствием. И тогда же начинается дикий просто дикий шквал идет вебинаров, как раскрутить свой аккаунт, курсов SMM-менеджеров, курсов копирайтеров и так далее. И вот, наверное, я не знаю, каждый из вас, наверное, видел эту книгу Максима Ильяхова «Пиши, сокращай». Его позиция в том, чтобы подходить к контенту, к своему цифровому присутствию максимально утилитарно. Что вот есть некий набор гайдлайнов, соблюдая которые, вы придете к успеху. Вы раскрутите свой аккаунт, у вас все будет хорошо, у вас будут любить. Вот в этом году также вышла книга Александра Митрошиной «Продвижение личных блогов в Инстаграм», которая также очень много активно продавала свои вебинары, потому как стать известным в Инстаграме. Она известна еще тем, что она заработала на этом очень много денег, в отличие от всех остальных, кто ей подорожал. Но профессионализация подразумевает именно вот это выхолощивание контента, именно его утилитарность, его штампованность. То есть того, что все блогеры стали выглядеть одинаково, что Инстаграм стал выглядеть одинаково, это такое следствие абсолютной профессионализации, и такого очень расчетливого, и такого очень холодного подхода к тому, что вы постите у себя на странице. И да, очень важно, что во времена Бёрджис никто себя не называл блогером, то есть этого не было, чтобы человек сам себя охарактеризовал как блогера. И в 2016 году, поскольку сам Инстаграм, как вы, наверное, помните, он ввел, помимо бизнес-инструментов, вы еще в шапке профиля могли тогда написать. Там, публичная персона, например, актер, модели, публичная личность, блогер. И он отчасти сам, сама платформа легитимировала то, что люди стали сами себя называть блогерами. И да, действительно, еще одно такое важное наблюдение, что из досуговой практики, какой блогинг был в первые годы своего существования, то есть это конец нулевых, начало десятых, он превратился в абсолютную такую бизнес-модель. То есть вы просто соблюдаете то, что все рекомендации, вы соблюдаете все якобы придуманные кем-то профессиональные стандарты, и все, у вас все будет хорошо. Поскольку уже пять лет я занимаюсь темой интернет-селебрити, и, собственно, славой в социальных сетях, и тем, как технологии влияют на наше восприятие славы или популярности того или иного персонажа, я бы хотела несколько слов сказать, собственно, про блогинг в разрезе известности, как он связан с известностью. Очень интересно, как сами блогеры описывают свое присутствие в социальных сетях, как они описывают свою деятельность. И если вы посмотрите работы ведущих западных антропологов или культурологов, то вы увидите, что блогеры крайне редко называют свой успех, например, словом «известность» или словом «популярность». И уж тем более невозможно встретить слово «слава», например, когда блогеры описывают свою популярность, какой-то некий хайп вокруг себя словом «слава». И очень редко встречается слово «звезда». Я практически никогда не видела, чтобы человек, у которого там 10 миллионов даже подписчиков, или там еще больше, там 100, говорил «я звезда», например. То есть только в ироничном ключе. То есть это любопытный момент, как люди сами себя описывают в свое цифровое присутствие. И какое же слово лучше всего подходит для описания того, что вот это мельчишение, которое вы видите в Инстаграме, на Ютьюбе ежедневно или еженедельно. И различные исследователи, в том числе антрополог Брукерендафи, американский антрополог Брукерендафи, и австралийское исследовательство Кристал Абедин, они называют это слово «видимость». То есть неизвестность, не слава, не популярность, а именно слово «видимость». Вообще Абедин говорит, что интернет-целебрити, ее главная характеристика – это повышенная видимость. То есть это человек, которого всегда видно, который действительно мельчишит у вас перед глазами. Куда бы вы ни нажали, куда бы вы ни пошли, по каким ссылкам вы его увидите. На каких-то баннерах всплывающих, рекомендованных и так далее. То есть видимость – это значит постоянно быть онлайн, это значит постоянно апдейтить, постоянно писать о себе, постить по 20 сториз в день. То есть не сходить из рекомендованных, не уходить из топов, и постоянно напоминать о себе, притягивать к себе внимание. Еще одна важная вещь относительно блогинга и известности в социальных сетях – это, что до сих пор продолжает жить миф, отчасти благодаря семье Кардашин, что большое количество подписчиков равно деньги. То есть если у вас много фолловеров, это все, вы будете купаться в роскоши, у вас будет куча приглашений, там на Мальдивы куда-то, и вы будете вести роскошную жизнь. На самом деле это не так. То есть большинство из тех, кого вы видите в Инстаграме, каждый день, неважно, 10 тысяч фолловеров, или 100, или 500, на самом деле зарабатывают на этом деньги, но это крайне нестабильный заработок, он нерегулярный. То есть такой взаимозависимости между числом подписчиков, особенно с учетом того, что очень большое количество блогеров покупает ботов, искусственно создает ажиотаж вокруг себя, число подписчиков не связано с деньгами. То есть есть некий миф, который воспроизводится повсеместно, что нужно достичь вот этого некого уровня, после которого у вас уже все, будут стабильно, пойдут деньги, вы не будете ни о чем думать. Нет, это не так. И такое последнее замечание относительно блогинга, это, на мой взгляд, главное завоевание блогинга как такового состоит в том, что вообще само слово «успех» само по себе стало восприниматься в очень ироничном подтексте, поскольку успех — это перформанс. То есть вы показываете, что вы ведете роскошную жизнь по своим подписчикам, вы говорите об этом, вы снимаете об этом видео, и они считывают это соответствующим образом, а значит, это так и есть. А стоит за этим какая-то реальная, какие-то реальные достижения. Это уже никого не интересует. И вот слоган «Fake it till you make it», как бы притворяйся, пока не получится, его легко можно назвать таким слоганом социальных сетей десятых годов. То есть примеров, когда люди имитировали просто какую-то роскошную жизнь, на самом деле у них не было денег там на обед или что-то, их масса. И такой последний пример, очень одиозный, это блогер Анна Белис, она рассказывала о себе, как о модели, которая там работала с Ивсен Лоран, с Марк Джейкобс, с Эльвин Кляйн, что она снималась для Вога. И она в итоге выпустила книгу, она подписала контракт с Эксмо на выпуск своей книги, которая называлась «Ты тоже можешь». И буквально за несколько дней до выхода книги на прилавке в магазины выяснилось, что все это было фейком, что она годами фотошопила просто вот эти кампейны, свое участие в качестве модели во всех этих коллаборациях с мировыми брендами и так далее. То есть таких примеров много. Они, как правило, не попадают в поле зрения, там, зрителей, да, не попадают в поле зрения подписчиков, но их большое число. То есть это распространенная вещь. И закончить я хотела бы рассказом про аудиторию и про сообщество. Это две таких вещи, которые главная головная боль платформ и самих блогеров. Вот в 2006 году журнал «Тайм» в качестве персоны года, в качестве человека года поставил на обложку вот монитор, зеркальный монитор, там была такая фольга такая, и на ней было написано слово «ю». И это стало такой поворотной точкой восприятия культуры соучастия, про которую я уже упоминала в самом начале. То есть стало понятно, что эти люди есть, что их много, и что они находятся в определенных местах, в первую очередь на ютюбе. И что подразумевает под собой культура соучастия? Это значит, что поощряются в первую очередь те, кто активно комментирует, кто активно переходит от роли зрителя к роли транслятора и обратно, кто активно репостит и активно создает какой-то движ на площадках, на платформах. А такая пассивная позиция телевизионного зрителя, которая просто пассивно нас смотрит, наоборот, критиковалась тогда. И можно сказать, что за эти 10 лет культура соучастия довольно сильно сдала свои позиции. И блогинг, особенно это касается топовых ютуб-каналов и топовых инстаграм-аккаунтов, он очень сильно стратифицирован. То есть есть когорта очень успешных, популярных блогеров, которых можно назвать инфлюенсерами, интернет-селебрити, которые отчасти служат моделью для подражания менее успешных блогеров. А есть огромная, просто огромная теневая такая зона остальных, всех остальных производителей контента, которые, чтобы их найти, нужно очень сильно постараться. И стоит сказать, что чем больше аудитория блогера, тем меньше вероятность увидеть там сообщество. То есть то самое сообщество, которое мечтали увидеть Ди Бёрджес и Грин, у больших блогеров этого практически нет, потому что они подходят очень профессионально к тому, что они делают, потому что они подходят очень утилитарно, и в принципе они не заинтересованы в том, чтобы отвечать на каждый комментарий, что-то там писать и так далее. А вот у нишевых блогеров это можно увидеть. То есть когда я писала статью, то есть я делала такое исследование про нишу блогеров-самостройщиков российских на Ютьюбе, то я там увидела, что у человека может быть 4 тысяч подписчиков, 10 тысяч на Ютьюбе, но при этом он активно отвечает на все комментарии. Он снимает видео, если ему пишут там «Сними ролик про вот это», он начинает снимать, то есть он прислушивается. Также можно увидеть сообщество у некоторых АСМР-артистов, то есть не у всех, но у некоторых есть тоже. И сообщество также встречается у игровых блогеров, то есть сейчас очень активно игровые блогеры переходят на Твич, и там это тоже прямо видно, что люди смотрят этого блогера очень давно, точнее стример, очень давно его смотрят, они его помнят, там еще когда ему было 12 лет, он только начинал всем этим заниматься, и тому подобное. И здесь стоит сказать, что редкий блогер, на самом деле, поскольку это все очень сильно связано с монетизацией, это связано с рекламными контрактами, редкий блогер не хочет конвертировать свою аудиторию в сообщество. То есть конвертировать аудиторию в сообщество это такая мечта, которая жива со времен, когда Бёрджер и Грин писали свою книгу, и она до сих пор, это такой объект, к которому стремятся различные блогеры, но это довольно редко получается сделать. Но в некоторых случаях действительно это получается, потому что для того, чтобы возникло сообщество, должно совпасть очень много факторов. То есть того, что ваши ролики очень активно смотрят, их активно комментируют, и у вас есть некий образ узнаваемый, или у вас есть некое обаяние, этого недостаточно. И что еще очень важно отметить в разговоре про сообщество, что сообщество, оно характеризуется очень тесной связью блогера с подписчиками и доверием. То есть все, что вы покажете, будет восприниматься на веру. То есть вы показываете любую банку, какую-то, я не знаю, двуручную пилу и говорите, купите это. Человек вам будет доверять гораздо больше, чем кому-то другому. Так вот, возвращаясь к разговору о том, что это не так-то просто создать сообщество, должно сложиться много факторов. И помимо личной привлекательности блогера, помимо его изобретательности в плане контента, и в плане подачи, экспериментирования с форматами, его личного обаяния, еще три таких очень важных условия, чтобы, во-первых, подписчику захотелось вернуться на вашу страницу или на ваш канал. То есть ему должно захотеть вернуться еще раз туда, посмотреть или прокомментировать что-то. Второе, это ему должно быть интересно постоянно. То есть это уже очень сложно. И третье, ему должно быть комфортно. То есть он должен чувствовать себя как в серпентаре. И вот среди российских блогеров, наверное, самые удачные примеры, как работает сообщество, и что оно действительно существует очень долго, и что оно очень круто работает. Это вот Евгений Бажанов, телеканал, YouTube-канал BadComedian. Это Адель Мефтахова, которая телеграм-канал, Don't Touch My Face, и ее Instagram-аккаунт. То есть в случае Бажанова, когда этим летом компания Киноданса кинула ему иск судебный, была громадная поддержка его зрителей, его подписчиков во всех социальных сетях, ВКонтакте, в Твиттере, на самом Ютьюбе. То есть именно подписчики очень сильно помогли ему в конечном итоге, да, Киноданс отменили иск, и у него действительно есть люди, их немало, кто смотрит его с момента основания канала, кто там какие-то свои шутки, свои какие-то приколы локальные и так далее. И вот Адель Мефтахова, ее блог, то есть про косметику, это тоже такой пример очень удачного построения сообщества, поскольку ее первая коллаборация, продукт с органик-шопом, то есть первая банка, она разошлась в какие-то считанные недели, и последующие, как бы, за этим последовало еще несколько коллабораций, и главное, что она стала таким первопроходцем в сотрудничестве органик-шопа с блогерами, вот, она этой осенью выпустила свою собственную линию косметики, которая тоже, там, шоковальный интерес к ней, такой, просто небывалый какой-то, это вызвало отклик ее подписчиков, то есть, возвращаясь к тому, с чего мы начали, то есть, вот это сообщество, оно до сих пор, и, как бы, сообщество продолжает играть очень большую роль, то есть, это может не выражаться напрямую, да, но это можно увидеть в различных формах, и, как, наверное, я бы хотела завершить свое выступление тем, что вы, наверное, слышали, что этим летом Инстаграм тестировал функцию отмены лайков у себя, то есть, она вызвала какой-то небывалый ажиотаж, как так, как же мы теперь будем знать, кто популярный, а кто нет, что же делать, и, на мой взгляд, это тоже говорит о том, что сами платформы, они устали думать, устали, что их все воспринимают только в контексте измеримых показателей, только в контексте метрик, и что они, вот эта одержимость рейтингом, одержимость статусом, она предыдула уже такой размах, что они решили вот просто взять и убрать все лайки, так что, да, это такая, я не знаю, сработает это или нет, появится там сообщество или нет, и чем это все закончится, но тем не менее, то есть, можно увидеть, что как социальные сети, вот наши платформы возвращаются к большей человечности, по крайней мере, так хочется думать. спасибо. Я передаю слово моему коллеге Константину Габу, который тоже расскажет про нашу... Спасибо большое. Спасибо большое, Катя, за такой очень обширный, лаконичный доклад о рассказе об истории платформ и современном состоянии. Некоторые советы, я бы даже сказал, выглядят как просто руководство к действию, «Как стать успешным блогером». Не думала о карьере консультанта. В общем, меня зовут Константин, я работаю в нескольких проектах, в нескольких организациях. В данном случае я представляю клуб любителей интернета и общества, и я, наверное, буду рассказывать о схожих вещах, попытаюсь рассказать, но под другим углом, как меня попросили, рассказать как социолога. Не знаю, насколько получится рассказать как социологу, но я попробую. И как социолог, как социальный исследователь, когда мы говорим об онлайн-платформах, как о любых других сегментах социальной реальности, мы изучаем социальный порядок. Социальный порядок, то есть то, как люди взаимодействуют, какой спектр возможных действий возможен в том или ином месте, в данном случае на онлайн-платформах. И говоря простым языком, извините, у меня нет презентации, поэтому я буду рассказывать без опоры на презентацию. И говоря простым языком, мы имеем на платформах следующие вещи. Мы имеем там людей, которые создают контент, людей, которые каким-то образом его потребляют, смотрят, комментируют. И часто это бывают одни и те же люди, если говорить, например, о социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке. То есть люди меняются ролями, переходят. И это, собственно, сам контент как некая форма культуры или форма знания. И вот кажется, на этом уровне, на уровне вот этого, этой схемы нет разницы между многомиллионным YouTube-блогером и человеком, который пишет в своем Фейсбуке о погоде или о политике. Но как вот мы уже, как Екатерина упомянула в книге Джейн Бёрджес и Джошуа Грина, есть очень важное развлечение, которое присутствует во всех современных онлайн-платформах. Это развлечение логики социального медиа и логики социальной сети. То есть о чем очень грубо идет речь. Это речь о том, что любая онлайн-платформа это место вертикальных и горизонтальных связей. То есть в нашем Инстаграме мы одновременно подписаны и на селебрити и на наших друзей. И соответственно мы с нашими друзьями взаимодействуем одним образом, а с онлайн-селебрити мы взаимодействуем другим образом. И это очень сильное развлечение, которое говорит о том, что все очень сложно. И вот если говорить о Фейсбуке, Вконтакте, Инстаграме, это достаточно очевидно. То есть у нас есть мы подписаны и мы дружим. То, например, про Ютьюб это не очень очевидная мысль, потому что мало кто отдает отчет себе, что на Ютьюбе большинство роликов до сих пор это ролики, которые не имеют и тысячи просмотров. Вот Катя изучала очень экстравагантную сферу самостроя или что-то такое, но там 10 тысяч подписчиков, а большая часть роликов на Ютьюбе не имеют вообще там и сотен подписчиков. И там как раз вот эта логика социальной сети очень хорошо разворачивается. люди приходят, как Катя говорила, взаимодействуют, пишут вопросы, блогеры отвечают, они обсуждают с другими комментаторами, как все устроено. То есть в принципе это похоже на то, что мы можем в нашем Фейсбуке спросить, куда нам пойти вечером или куда обратиться к компьютерному мастеру. И вот собственно давайте сейчас я расскажу немножко про логику социальных сетей, как она выглядит, а потом про логику социальных медиа. Что я как социолог могу рассказать. Предваряя рассказ о логике социальных сетей, можно сказать, что все мы помним страшилки про интернет из нулевых, ну или в принципе все мы знаем, как это сейчас выглядит в дискурсе контролирующих органов, что интернет это пространство анонимности, то есть там кто-то считает, что свободы, или это место криминала какого-то вот недавние там даркнетовские все эти публикации ленты. В общем виде это разговор о том, что в интернете люди ведут себя как-то по-другому, не так, как они ведут себя в оффлайне. И вот несмотря на этот доминирующий дискурс властный или страшилки десятилетней давности, исследователи интернета уже давно выяснили, что вооружившись оптикой такого американского социолога, как Эрвин Гоффман, что онлайн-платформы это место, это публичное пространство. В нем сохраняются все те же базовые принципы, что и, например, мы делаем, как мы себя ведем, в любом публичном пространстве, в метро. Мы также можем увлеченно с кем-то разговаривать, смотреть книгу, читать книгу, смотреть видео, или можем обратиться к незнакомцу и начать с ним взаимодействовать. Так же, как, собственно, в секторе комментариев на Ютьюбе. И поэтому самые распространенные тропы, о которых говорила Катя, про сообщество и про аудиторию, это достаточно эти тропы, эти метафоры могут использоваться в очень ограниченном виде. Люди обычно просто что-то делают, и это не является сообществом. Они не чувствуют единства, то, что Катя говорила, они не чувствуют единства друг с другом. История про Баженова очень интересна именно тем, что люди собрались и сделали какое-то коллективное действие. Это действительно похоже на сообщество. В основном люди просто собираются и что-то делают. Вот, например, история про клип Гуфа и Тимати. Они просто его задислайкали. Задислайкали. Это не является сообществом. Это вот то, что тот же Эрвин Гоффман называл gathering, сборище. То есть люди просто собираются совместно и управляют своей вовлеченностью или способностью совершить какое-то коллективное действие. И вот развивая эту метафору сборища, можно сказать, что вспомнить другую американскую исследовательницу Дану Бойт, которая предложила понятие сетевой публичности. Собственно, это самая важная вещь, наверное, сейчас, что нужно понять про логику социальных сетей, что у сетевой публичности есть четыре важных принципа. Это постоянство, то есть онлайн-поведение, онлайн-действие автоматически записываются и сохраняются. Второе, это воспроизводимость, что цифровой контент любой, который мы создаем, он может быть продублирован, как бы зафиксирован, перенесен. Это масштабируемость, это то, что контент потенциально видим. То есть мы можем написать пост для очень небольшого количества друзей, но он в силу какой-то своей логики может стать популярен. И, наконец, четвертое, это возможность поиска. Мы можем в принципе на любой платформе найти любой контент, если нам это понадобится. И следствием этих четырех принципов данный обоид выделил три очень важных следствия. Это невидимость аудитории, то, что не вся аудитория видна. Когда ты что-то пишешь, ты не знаешь, кто является аудиторией твоего поста или твоего контента, который создаешь. Ты представляешь ее каким-то образом, но ты точно не знаешь, кто ее будет потреблять. Следующее понятие следствия, это коллапс контекстов, это то, что отсутствуют пространственные социальные временные границы, которые затрудняют поддержание различных социальных контекстов. То есть, если, грубо говоря, профессор Гасан Гусейнов пишет умный пост с использованием очень много умных слов, неожиданно включается логика масштабируемости, к нему приходит очень много людей, и происходит коллапс контекстов. То есть, люди начинают комментировать в другом регистре, не в том, в котором принято комментировать посты Гасана Гусейна. Ну, я ли не слежу, может, у него и раньше было так принято, но в целом схема, наверное, понятна. И, наконец, третье следствие, о котором говорит Дэна Бойт из формирования сетевой публичности, это размытие публичного и частного. Она исследовала вообще подростков на MySpace во второй половине нулевых, то есть, когда еще не было такого количества платформ, и она говорит о том, что, в принципе, подростки американские не чувствовали разницы между публичным и частным. И, собственно, про это говорила и Кристалл Абедин, об этом я чуть дальше скажу. У Гоффмана есть такое понятие, как задний, как это? Бэкстейдж, да. То есть, бэкстейдж, это то место, есть фронт стейдж, когда вот мы говорим, и я вот сейчас говорю, что-то такое, рассказываю, а потом я, например, хожу за дверь и говорю, фу, как я устал, господи, что же это надо, такой день сложный. Вот, и как бы в реальном мире он есть всегда, этот бэкстейдж, мы всегда можем отвернуться и что-то сделать, а в интернете при всем желании этого бэкстейджа нет. То есть, блогеры пытаются сделать бэкстейдж, например, с других платформ, но, в принципе, как такового стопроцентно приватного пространства в интернете нет. Вот, теперь давайте обратимся немножко к логике социальных медиа. Катя очень много про это говорила, я поэтому расскажу такую как бы боковую историю, попробую рассказать. Что такое блогерство? Блогерство — это культурная работа, в которой человек самозанимает себя. Зачем он это делает? Социолог Пьер Бурдье называл мотивацию для культурной работы то, что и медведицы движет иллюзию. Это вера в то, что эта деятельность самоценно, ну, человек сам верит в то, что эта игра стоит свеч. И на поддержание этого иллюзию работает вся машинерия. Вся машинерия в социальных медиа. И у меня есть очень интересная история в связи с этим. Я сейчас по другой своей работе был в малом городе России, достаточно благополучном, изучал досуг подростков. Как они проводят время, значит, после школы. И проводил интервью. Интервью вышло очень неудачное, дико просто неудачное, потому что в какой-то момент я понял, что подросток, студент первого курса колледжа, просто придумывает все, вот просто все придумывает напропалую. И сначала, то есть я поймал его несколько раз на противоречиях в разговоре, в рассказе, а потом он сказал что-то типа, да, да, я был во Франции, я выиграл в розыгры шенгенскую визу. Понятно. Ну, в общем, я думаю, пропало интервью. Сейчас я думаю, но не пропало, потому что это очень удачная иллюстрация иллюзия Бурдье, потому что он придумал себе жизнь успешного стримера. Он рассказывал мне, что он успешный стример, что он зарабатывает себе деньги, он снимает себе квартиру, он постоянно обновляет себе технику, он постоянно ездит в областной центр, и также часто он ездит в Москву-Питер, еще у него куча друзей за рубежом. И вот, собственно, вот это то, что его мотивирует придумывать, но кого-то это мотивирует делать, в конечном итоге. Может, этого парня тоже мотивирует делать, просто было видно, что он что-то придумывает, как минимум, какую-то значимую часть своего рассказа. Вот. И вот эта мотивация, скажем так, это то, что склоняет людей к занятию этим, она, тем не менее, не отменяет того факта, что это наименее защищенная и рискованная форма культурной работы, потому что она не институциализирована, то есть если на театральных деятелей, там, на кино учат в университетах, все равно, так или иначе, там, на дизайнеров учат, этому, в принципе, не учат, и в этом смысле это риск, который человек принимает на себя сам. И в экономическом, естественно, смысле, потому что он вкладывается, не знает, что он будет делать дальше. И в смысле жизненного баланса и комфорта, когда по выражению Криста Лаберин у блогера бойфренд это оператор, мать это менеджер, а спальня это офис. То есть человек очень сильно рискует своим жизненным комфортом и доходами. И вот та же Абедин в ходе своих антропологических исследований за кулисья блогеров и, ну, то есть их оффлайна, грубо говоря, она проводила с ними время. И, соответственно, анализа контента, который они производят, выделила трехчастную схему обеществления своей приватности. Это очень интересная штука, потому что, ну, грубо говоря, каждый блогер, у него есть какая-то своя ниша, он что-то занимается, там, бьюти-блогер, стример, не знаю, обзорщик, чего-нибудь. И одно из самых важных способов достижения успеха, увеличения количества подписчиков, это веществление своей приватности. То есть рассказ о том, что не рассказывают другие люди. То есть это может быть проблема в отношениях, история из детства, история про родителей, история о каких-то случаях, история о своих психологических проблемах. То есть все, что может выделить его, сделать его необычным, кажется как будто бы слабым, но на самом деле не совсем, наверное, так. Это идет в ход, это, грубо говоря, продается, это позволяет ему стать популярнее. Потом, накапливая какое-то количество подписчиков, темы заканчиваются, и не очень понятно, что делать дальше. И вот тут начинается как бы такой тяни-толкай, как называет Аббидин. Блогеры начинают придумывать либо искусственную приватность, придумывая истории про каких-то своих фиктивных парней, которых нет, с которыми они расстаются, потом мирятся, потом они извиняются за то, что придумали. Вот. И вот обычно все застревают на этом этапе, либо там ищут, переходят на какие-то новые сферы. И вот у тех, кто доходит до вершины, становится топовым блогером, их приватность снова как бы цементируется, она снова, она, во-первых, она очень дорогая, естественно, ее очень сильно сохраняют, но тем не менее она есть, и, собственно, человек только в этот момент достигает того желаемого комфорта и сокрытия своей приватности. Еще любопытно, у меня было интервью с одним блогером про то, как он избегает рисков, связанных с тем, которые я сейчас перечислил. Это был мужчина средних лет, тоже в крупном городе российском, который занимался обзорами ресторанов города. И он так описывал свою жизнь, что для него важно рассказывать жителям города, ну и вообще, в принципе, всем интересующимся, потому что он прекрасно понимает эффект масштабируемости, что его могут посмотреть из Москвы, из Германии, еще откуда-нибудь. Ему важно рассказывать про новые рестораны города. Но он не готов тратить на это больше 10 часов в неделю, потому что это то количество времени, которое позволяет ему иметь работу, иметь отношения с семьей, с друзьями, но при этом заниматься каким-то любимым хобби. И, соответственно, он лишен всех рисков, связанных с экономическим неблагополучием, с дискомфортом и с тем, что он включится в эту гонку, когда ему нужно что-нибудь рассказывать о себе. Он ничего не рассказывает о себе, он просто рассказывает о ресторанах и все. Там отдельная история, чем он сейчас занимается. Но, тем не менее, это позиция, которая достаточно выглядит осознанной и такой нишевой. С категории инфлюенсеров, про которую я сейчас рассказывал, про которую работал Кристалл Абедин и еще другие исследователи, она, тем не менее, не позволяет сделать одну очень важную вещь. Она не затрагивает очень важный аспект. Все блогеры, так или иначе, работают над убеждением людей. И они пытаются доказать им, что что-то правильно, что так считать правильно, что, там, не знаю, Этипедия рассказывает про неомарксизм, стримерша Карина про феминизм, еще что-нибудь. И это очень сильно заинтересовало нас коллегами, и мы подумали, как можно с этим работать. И мы решили исследовать экспертность блогеров. И вот с Полиной Калазариди, со следователя интернета, у нас есть статья, в которой мы выделили три типа инструментов, которыми пользуются блогеры для формирования и поддержания своего экспертного статуса. Первую группу инструментов мы назвали инструментальными навыками. Это, грубо говоря, инструменты для демонстрации технических и нетехнических навыков по сборке контента. То есть, другими словами, это способ упаковки знания какого-то, будь то знания о том, в какие рестораны в Барселоне сходить или, там, не знаю, как себе помочь собрать шкаф, как, по-моему, из Икеи, что-нибудь такое, в YouTube формат, ну, или в другой, там, Instagram формат. Соответственно, если ты пересказываешь книгу, ты должен уметь рассказать ее за пять минут так, чтобы это заинтересовало аудиторию. Следующая группа навыков — это инструменты убедительности, как мы назвали. Это использование различных, не связанных с самим содержанием аргументов, почему люди должны тебе верить, почему ты имеешь право на экспертное заключение. Сюда идет вход все, что угодно. Это и образование, и апелляция к опыту, и к тому, что ты прочитал книгу и очень долго сидел и готовился к этому видео. В общем, все любые маркеры социального или, как мы называем, эпистемического статуса. И, наконец, самая сложная и самая ценная группа навыков — это навыки, мы на английском написали, попробуем на русском, претензии, навыки, претендующие на объективность, как-то так это мы назвали. То есть это, грубо говоря, та связь с аудиторией, которую чувствуют блогеры, которая позволяет ему давать им то, что аудитория хочет. Это какие-то этические, эстетические и, опять же, познавательные ценности, которые разделяют с аудиторией. Это можно назвать отчасти аутентичностью, потому что блогер настоящий, он действительно знает. То есть это работа с повесткой, это понимание своей аудитории, ее адекватное воображение. И вот с одним из самых интересных результатов нашей работы мы рассматривали два кейса в нашей работе. Это кейс институционального знания и неинституционального. И институциональное знание у нас было феминизм, то есть это знание, связанное с неким институтом производства знаний. То есть феминизм, так или иначе он порожден университетским сообществом. А неинституциональное знание это у нас была теория плоской земли. И вот что самое интересное, что теория плоской земли гораздо лучше заходит аудитории. Например, комментарии блогера, которые рассказывают о теории плоской земли, теории плоской земли гораздо более дружелюбны. Человек, который рассказывает о теории плоской земли, он гораздо более мягок и гораздо более рефлексивен. И он предлагает подумать, и люди действительно думают вместе с ним. То есть любое... Ну вы можете зайти, не знаю, в Курилку Гутенберга или в постнауку. Вы также увидите, что очень много негативных комментариев. Что тут пришел, какой-то человек в очках нам рассказывает, что ему там в университетах учатся. То есть это очень интересно, но институциональное знание, оно ему гораздо сложнее пробиваться в платформах, потому что в принципе платформы предлагают очень мало инструментов контроля за теми основаниями, которые стоят за этим знанием. Ютьюбу не так важно теория плоской земли или это астрофизика. Загрузил видео, давай вперед, рассказывай, почему ты прав. Ну или просто даже не почему ты прав, а просто развлекай людей. И вот в этом смысле я, наверное, хотел завершить, потому что кажется, что наше видео не наберет столько лайков, просмотров, как какие-нибудь люди, которые рассказывают об этом, не опираясь на институциональные механизмы производства знания. Все. Спасибо большое. Может не выключать микрофон, потому что мы сейчас будем говорить с аудиторией. Поднимайте руки, чтобы я знал, к кому подходить, чтобы вы могли задать свои вопросы. Спасибо большое за лекцию. За лекции, точнее. У меня, наверное, два будет вопроса таких. Первый – это про влияние соцсетей на людей. В том плане, что многие соцсети показывают таких успешных людей, у которых все прекрасно. И, на мой взгляд, это достаточно негативно влияет на их подписчиков, кто это все смотрит, читает, наблюдает. Они чувствуют себя, наверное, где-то ущербными от этого. Как вы на это смотрите? Что с этим делать? И стоит ли с этим что-то делать вообще? Можно я начну отвечать? Вообще на это достаточно много различных точек зрения. И как мы видим сами платформы, Инстаграм в первую очередь, уже задумываются о том, чтобы скрыть лайки, чтобы не показывать. И еще одно обновление важное, которое было в этом году, это против буллинга, то есть против травли, инструмент, то есть людей, которые пишут что-то вам плохое, будут банить, их будут отстранять и так далее. YouTube – то же самое. То есть там, если на него жалуются, на ваше видео, если что-то не так, его просто удаляют, или вас просто демонетизируют, вас отключают от монетизации. Вот как культуролог я могу сказать, что вот это влияние негативное, или вот этот рессентимент, который возникает, когда вы смотрите с каким-то популярным человеком, оно очень неравномерное. То есть его нельзя назвать таким стабильным, что вот вы за кем-то следите. Кстати, есть очень хороший фильм, за счет Ингрид Гоузвест называется, всем рекомендую его посмотреть. Что вы за кем-то следите, например, пять лет, и постоянно страдаете от этого. Это же очень такие вещи, которые не стабильные, то есть они непостоянные. И как и сам, собственно, блогинг, то есть кто-то сейчас популярен, потом раз человек просто исчезает, его все, его больше нету, то есть у него нет подписчиков. То есть вот мой любимый канал, Твистовый, это обзоры на Дошираке, на фастфуд, у него 400 тысяч подписчиков, но видео сейчас собирают там 4 тысячи, например, или там 2 тысячи просмотров. То есть нельзя сказать, что это такая стабильная категория, и блогинг, и там вот эта культура инфлюенсеров, она стабильно, негативно влияет. Это очень такие переменчивые вещи, и я думаю, что сейчас, поскольку в Инстаграме сидит чуть больше уже миллиарда человек, они будут идти на спад все-таки, потому что есть уже некое ощущение присыщенности, и есть ощущение того, что это себя несколько изживает. И, кстати, отчасти именно поэтому с Ютьюба, где очень жесткая система стала отключением от монетизации блогеров, я смотрела много видео, где блогеры жаловали, что из-за каких-то вообще непонятной провинности отключают от монетизации, многие меглируют на Твич, потому что Твич, он гораздо более простой и грубый, но, по крайней мере, сейчас там нет такой жесткой иерархии, там нет вертикальной такой структуры, и многие, просто присытившись уже существующими соцсетями, находят что-то еще, тот же ТикТок, например. То есть это, нельзя сказать, что это постоянно какая-то величина. Ну, да, мне кажется, Катя очень верно ответила, я бы только добавил щепотку как бы социологического взгляда, раз меня попросили. Вот, в принципе, мне кажется, культура и раньше развивалась таким образом. В принципе, не знаю, популярная музыка в 60-е годы появления, или, не знаю, поэты Серебряного века, что-нибудь такое. То есть всегда были люди, может, я неправильный вопрос понял, но всегда были люди, которые как бы их популярность, их статус кого-то беспокоил, кого-то травмировал. Ну, действительно, в этом смысле Катя права. Все будет хорошо. Спасибо. И второй вопрос, он связан как раз со скрытием лайков в Инстаграме. Ну, некоторые, как я наблюдаю, и блогеры, наверное, и не только блогеры, они начали беспокоиться о том, что лайки скрыты, а количества подписчиков нет. И подписчики-то накрученные бывают. И если мы раньше видели, что вот подписчиков миллион, а лайков, не знаю, 10, что-то тут не так. Ну, тут понятно, какие позитивные моменты были того, что это скрывается. А вот с негативными, как вы думаете, что будет происходить? Я думаю, что в любом случае остановить это быстро, вот эту систему, уже не получится. То есть она настолько долго взращивалась, в том числе и самим Инстаграмом, вот эта монетизация, что ваши показатели, они конвертируются в деньги, они конвертируются в какой-то социальный престиж. И сейчас они пытаются это быстро как-то аннулировать и сказать, что это все теперь недействительно. Я думаю, что это не выйдет быстро сделать. Потому что есть все-таки некая инерция социальных сетей. Есть некая инерция, да, восприятие подписчиками того или иного, блогера. И поэтому, как бы быстро не получится. Все равно какое-то время эта система еще будет воспроизводиться, она будет действовать. Но я думаю, что все равно вот эта присыщенность и вот эта жажда новизны, она возьмет вверх и мы увидим что-то еще. Какие-то другие. А я могу добавить, что мы постоянно видим эту смену ниш платформ. И в этом смысле, если Инстаграм уберет эту часть важную, связанную с показателями статуса, то просто это место займет какая-нибудь другая платформа, новая или уже существующая. Субтитры создавал DimaTorzok